Инлер в оборону перешел окончательно на поле в районе 30-й минуты. Ох, какая удивительная штука случилась с Морганом Десантесом. А зачем он туда подшел? 1-0 Фиорентино ведет. Если Лука Тони кому-то и ставил корпус и оттеснял за слоном соперник, это был защитник, и вот в эту борьбу врезался Десантес. И оказался вне игры. Факунда Ранкалия, по-моему, записывает на свой счет. Совершенно необычный, самый редкостный гол, наверное, в карьере. Третий мяч в серии аргентинца. Ну, конечно же, это не был удар по воротам. Да особенно никто и не мешал Десантесу. Он просто не понял этой траектории. Он только-только прибежал к Бритасу. В предыдущем повторе, по-моему, были неподсудны. Гамшек, перевод налево. Поздно, очень поздно понял Сунига, что хочет сделать партнер. Едва дотянулся до мяча, но все-таки, наверное, зарабатывает штрафной. Шесть предупреждений. Смешной гол и яростная борьба с арбитром и соперником. Вот основные результаты первого тайма, до конца которого остается около пяти минут. Может быть, даже и бергонцы добавят минуту. Но тем временем, больше чем полкоманды на поле, там штрафной. Подача Ковани! И! 1-1! 17-й гол Эдинсон Ковани. Можно сказать, что он делает эти голы из ничего. Но это как каша из топора. Потрясающий форвард. Ну что, Мантелло, можно сколько угодно играть жилваками и быть недовольным тем, как расположилась защита. Но Ранкалия ничего не мог сделать. С совершенно феноменальным чутьем и потрясающей техникой удара головой Ковани. Наконец-то Гамшик выполнил идеальную подачу. Удобно было бить по мячу, не просто переправлять его в ворота. 1-1!